Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Новый месяц, новый влог. Мне хочется просто себя и вас похвалить. Я просто села и посчитала за сентябрь, сколько же видео было выпущено. И получается, за сентябрь вышло 22 новых ролика. Так что я большая молодец, и вы молодцы, что вы это всё дело смотрели. Естественно, хорошие просмотры мотивируют меня снимать как можно больше контента. Я поставила в этом месяце себе планку, что в этом месяце обязательно должно выйти на моём канале 30 видео. Дай бог, если всё будет хорошо. Постараюсь только видео обязательно выпустить. Посмотрела свою аналитику, решила, что видео надо снимать немножко подлиннее по возможности. Потому что удержание аудитории это тоже очень важный фактор. В общем, сейчас не об этом. Я хочу сегодня продать наконец-то свой 11 айфон. Честно, я очень долго шла к этому. Я хотела этот телефончик ещё оставить себе, но сейчас я понимаю, что уже вышел 15-й. Этот с каждым в нём стоит всё дешевле. И лучше будет от него избавиться. Я с ним, получается, проходила 3 года. Мы прожили очень много положительных и негативных моментов. Сказать честно, очень много плакала я с этим телефоном. Хотя я вам это не показывала, но действительно какие-то сложные периоды своей жизни мы пережили вместе с этим телефоном. Так что он стал прям как родной. И прям оторваю от сердца и продаю его. Именно с этим телефоном началась моя любовь с компанией Apple. И теперь я не представляю просто, что у меня, например, Android. Настолько привыкла я именно к iOS. Некоторые, кстати, меня спрашивали, планирую ли я покупать 15-й iPhone. Нет, потому что у меня 14-й Pro Max. И я не вижу в этом никакого смысла. Там особо никакой разницы нет. Возможно, 16-й или 17-й я себе возьму. А от этого уже пора избавляться. Пусть им будет пользоваться кто-то, кому это будет нужнее. Изначально можно выложить телефон на Лулафо и продать его подороже. Но я предпочитаю продавать подешевле. Но самое главное, чтобы у меня голова не болела. Однажды в моей жизни был такой опыт. У моего одного знакомого, одногруппника, был телефон, который он хотел продать. У нас в деревне был сосед, которому как раз-таки телефон был нужен. Если вы думаете, что в этой ситуации я пыталась там навалиться, абсолютно нет. Я просто взяла телефон этого одногруппника, отвезла в деревню, дала своему соседу. И он пользовался некоторое время. Я ему говорю, ну что, когда деньги, мне же нужно человеку тоже отдать деньги. И он сказал, что подожди, я посмотрю, насколько хорошо работает телефон. Тогда тоже был iPhone, по-моему, 5 или 5s, что-то такое, совсем простенькое. И, в общем, он попользовался где-то месяц этим телефоном. А потом сказал, ты знаешь, он мне все-таки не подходит, он мне не нравится. Так что, пожалуйста, наотдай его хозяину. Хозяин телефона мне сказал, что мой телефон целый месяц попользовался. А потом просто так отдали без никакой причины. То есть, если бы был конкретный косяк в телефоне, то мне бы об этом сказали. И поэтому я иногда думаю, вот, например, я выставила свой телефон на Лалафо. Мне позвонили, его купили. А потом через месяц, например, мне позвонят и скажут, что здесь что-то не работает. Или телефон мне не нравится. Или я хочу его вернуть. В общем, я не хочу сталкиваться с этими проблемами. Обычно, когда ты сдаешь телефон в какой-то небольшой магазин, где его изначально проверяют по всем абсолютно аспектам, вскрывался он или нет. И все, у тебя больше голова не болит. Я так однажды продавала телефон, старый свой Samsung, которым раньше пользовалась мама, потом мама пользовалась другим телефоном. Ну, в общем. Этот телефон я предложила маме. Мама iPhone не хочет. У мамы есть Samsung, поэтому мама говорит, лучше продай. Короче, сколько я хочу за этот телефон? Я за него хочу 500 монат. Я не знаю, предложат ли мне 500. Потому что на сайте его продают где-то за 650. Я думаю, что 500 это оптимальная цена. Кстати, этот телефон ни разу не вскрывался, ни разу не был на ремонте. Все с ним замечательно, все работает просто идеально. Батарейка в хорошем состоянии. И вообще такой телефон реально продавать жалко, но деваться некуда. Конечно, тяжеловато достаточно мне с ним прощаться, но мне всегда было сложно пользоваться двумя телефонами одновременно. Здесь была моя старая сим-карта, от которой я, наверное, избавлюсь. Все необходимое я уже скинула на компьютер. Единственное, я хочу, чтобы его отформатировали. Я сама не знаю, как это делать. Надеюсь, что в магазине мне это сделают. Потому что очень много личной информации. Там банковские карты и все остальное. Поэтому обязательно его нужно отформатировать. Ну а так, телефончик в идеальном просто состоянии. И он черный, универсальный. Следующий его хозяин или хозяйка. Думаю, что будут рады быть обладателями такого прекрасного телефончика. И здесь у меня твиксик. Вот. Ой, слава богу, нашла. Вот коробка от моего телефончика. Я уж думала, я выбросила ее. И раньше, кстати, коробки были вот такие. Кто помнит, была еще и зарядка внутри. И, по-моему, даже наушники. Шиковали мы тогда, а не то, что сейчас. Короче, здесь все эти атрибуты вроде как. Документики. Это я все возьму с собой. И обязательно нужно взять с собой паспорт. Что телефон не краденый. Единственное, что обидненько, куда же девать эти чехлы. Если бы продавала телефон сама, например, на сайте, то можно было хозяину подарить еще и эти чехлы. Но так как я продаю его в магазин, естественно, в магазин отдать эти чехлы, это из ряда фантастики. Поэтому не знаю. Пока что пусть лежат. Возможно, кому-то нужно. У кого-то одиннадцатый. Пишите. Отдам. Я уже, на самом деле, достала всех со своей темой визуализации. Но я просто хочу привести пример того, как это действительно работает. Когда я покупала этот телефон, 14-й, я была достаточно в подавленном состоянии. Честно, у меня было очень плохое настроение. И я вот поставила себе цель, или как сказать правильно, я даже не знаю. В общем, я настроила себя так, что этот телефон обязательно принесет мне душевную гармонию. И после этого телефона все мои дела будут идти хорошо. Да, я не стала миллионером, миллиардершей. У меня нету гелика. Я все это понимаю. Но я обрела действительно душевную гармонию. Мне сейчас очень круто. Я обрела новых друзей. Познакомилась с интересными людьми. Дела у меня идут хорошо. Видео набирают тоже. В общем, после появления этого телефона, возможно, это самовнушение. Просто я обрела действительно душевную гармонию. Именно с этим телефоном я стала счастливой. А все знаете почему? Потому что я себя настроила на это. Именно поэтому я взяла себе золотой. То есть черный. Всегда у меня бабушка тоже говорила. Вот говорит, когда девушка замуж выходит, нельзя покупать черное постельное белье. Или приданное нельзя покупать черное. Я понятное дело, что во все это не верю. Но у меня последнее время, когда я смотрела на свой одиннадцатый черного цвета, я думала, вот жизнь у меня тоже в последнее время. Вот такая вот прям черная полоса. Поэтому пора переходить на золотую полосу. И поэтому я взяла именно этот золотой. Хотя все абсолютно, вот кого я не вижу на свадьбе тоже, у кого четырнадцатый Pro Max, все покупают исключительно фиолетовый. Мне кажется, я единственная, у кого он золотой. Но это было сделано с умыслом, и вроде как все сработало. Я решила сразу не продавать, а прицениться и зайти в несколько мест и сравнить цены, которые мне предложат за этот телефон. Как оказалось, продать его просто проще простого. Я зашла в три магазина, и все три оценили мой телефон в одну и ту же сумму, в 500 монат. Кстати, у нас во дворе я увидела машину своей мечты. Вот эта красавица. Очень надеюсь, что этот сосед не смотрит мой канал и вообще не знает про меня. Но блин, этот цвет, эта машина, это просто моя мечта. Хотя брат говорит, что это обмен, шила на мыло. Ну что, господа, продала я свой телефон за 505 монат. В одном из магазинов мне предложили на 5 монат больше. Мне его отформатировали, удалили все, что было на телефоне. Отдаю его прям с чистой душой и желаю, чтобы новый владелец через него слышал только хорошие новости. Я уже дома, и давайте покажу вам, что же я купила. Да-да-да, опять что-то купила. Как я могла вернуться домой без покупок? Это из ряда фантастики. К моему великому сожалению, теперь уже в комплекте от телефона нету блока зарядки. Поэтому теперь нам приходится его покупать. В 11-м, кстати, в комплекте были еще и наушники. Я решила взять сразу оригинальный. Еще, кстати, мне нужен еще один оригинальный USB. Недавно узнала, что в моей машине есть функция, и я могу Waze просто установить на экране своей машины. Но для этого нужен USB. Один USB у меня есть дома от зарядки. Что в машине был еще один, надо купить еще один оригинальный. В общем, я уже им успела зарядить телефончик. Работает просто на ура. И еще кое-что купила. Долго думала, показывать вам или нет. А потом в конце решила все-таки показать. Вы же мои подружки, вы должны меня понять. Последнее время я просто себя не контролирую. Мне хочется скупать абсолютно все помады. Серия Velvet Matte от Golden Rose действительно достойна внимания. Особенно пятый оттенок. Но его, к сожалению, не было, и мне пришлось взять 26-й. По вечерам, когда мне не спится, я смотрю обзоры помад. Очень красивый, нежный оттенок. Мне подошел просто идеально. Здесь абсолютно матовый финиш, но при этом текстура помады достаточно кремовая, и очень приятно ложиться на губы. Вторая красавица у нас от Luxe Visage. Я в последнее время, как сорока, просто потела на шиммерные перламутровые помады. Хотя они совершенно не актуальны, но мне они безумно нравятся. Здесь внутри есть и фиолетовые небольшие блестки, и серебряный такой небольшой перламутр. Нежная текстура и еще классный футляр, такой золотистый. Интересно смотрится. Пусть будет, подумала я, и кинула в корзину. И на этом, естественно, я не остановилась. Купила еще две помады от Maybelline. Эта линейка в красном футляре меня просто покорила. Уже затестила на губах, мне очень понравилось. По контуру я наношу немножко темнее карандаш, а внутрь эту сияющую помаду получается круто. Это у нас оттенок 430, и она шиммерная, и вторая, кстати, тоже. В этой линейке также есть и матовые, и единственные шиммерные. Остались эти две, и несмотря на то, что одна из них была немножко повреждена, я все равно ее взяла. Вторая в оттенке 232. Я даже не знаю, зачем я говорю оттенки. Скорее всего, вы такие помады не любите. Очень мало людей, которые любят подобные помады. Но вы просто попробуйте взять немного темный карандаш, обвести вокруг контуры, немножко растушевать, и на серединку нанести вот такую перламутровую помаду. Получается просто бомба. Губы кажутся гораздо пухлее, красивее, а на солнышке как переливается, это вообще сказка. Так что, с одной стороны, хорошо, что их оставалось всего две, если было больше, взяла бы все. Ну и на этом, естественно, я не остановилась, взяла три помады от Jeff. Они очень бюджетные, и мне очень нравится эта косметика. Я покупала помаду от Jeff еще когда училась на первом курсе, и мне очень нравится их текстура. Они очень приятно ложатся на губы, совершенно не сушат, классные оттенки, огромная линейка, всегда на них есть тестеры, не в зависимости от магазина. Кстати, вот эти красные помады от Maybelline, на них тестеров не было, поэтому одна из помад была повреждена. Кто-то открыл, а потом неудачно закрыл. Просто посмотрите, как круто ложится помада, она абсолютно не плешивее. Делать сводчи просто одно удовольствие, я прям хотела разукрасить всю руку. Следующий оттенок это номер 37, и на мой взгляд, он подойдет абсолютно всем. Текстура у всех оттенков плюс-минус одинаковая, но жалко, что в этой линейке нет шиммерных помад. Насчет стойкости даже не знаю, что говорить. У меня есть даже помада от Chanel, но она тоже не особо стойкая. Мне почему-то кажется, что эти помады плюс-минус все одной текстуры. И меня, честно, всегда поражают девушки, у которых на протяжении всего дня остается на губах помада. Это как история с той девушкой, которая была на свадьбе с красной помадой. У меня все размазывается, и ничего не остается. Ну, возможно, эти люди просто аккуратно кушают, или кушают не так много, как я. Ну, в общем, ладно, опустим эти все моментики. А вот эта помада в оттенке 73. Мне кажется, это подойдет не всем, но мне она понравилась, мне она подошла. Я, короче, в восторге от вот этих трех помад. Не знаю, получится или нет, но хочу немного притормозить с помадами, немножко успокоить свой пыл, хотя бы на какой-то период. Из действительно необходимого дома взяла вот такой вот шампунь от Клэр. Кстати, большого нет, нигде абсолютно. Мне сказали, что их не завозят. Не знаю, насколько это правда, но я уже частенько захожу в разные магазины, где-то остатки там докупаю, а что-то новых нет. Как только мне что-то нравится, сразу все снимают с производства. Прям моментально. То же самое произошло с краской для волос Element. Ее тоже нигде нет, а мама ее так обожает. Мама красится только ею. И сегодня мне в магазине сказали, а все уже, надо было раньше покупать. Все, сняли с производства ее. Консультант в магазине посоветовал мне эту краску. Посмотрим, понравится она маме или нет. Если понравится, надо сразу купить несколько штук. Вроде как это профессиональная краска для волос. Мне ее нахвалили, и я все-таки решила взять. Что поделать? Будем пробовать. Я так представляла, что продажа телефона это где-то 15 минут. Ну максимум там ксерокопия моего паспорта и все дела. Но я потратила на это, не поверите, целый час. Мне кажется, даже больше я была там. Они проверяли телефон от и до, скрывался он или нет. Все параметры, все функции. В общем, очень долго это все длилось. Естественно, я заполняла некоторые документики. Но за этот труд я решила себя отблагодарить и купила себе помады. Одна из них, кстати, у меня на губах. Я знаю 100%, вы не будете спрашивать, что это за помада. Потому что подобные помады, мне кажется, кроме меня не покупает абсолютно никто. Мне в последнее время нравится вот этот перламутр, как из 90-х. Нравятся блестящие помады. Это, кстати, у меня люкс визаж. В 0,8 оттенке я видела, что в России эти помады стоят в 3 раза дешевле. Я даже хотела, когда папа приезжает, заказать там всю линейку и привезти сюда. А потом на границе вскрылась бы это, типа на продажу, контрабанда и так далее. Папу бы закрыли. Ну ладно, в общем, я купила здесь. И здесь я купила эту помаду за 6 монад 20 копеек. Сегодня, наконец-то, я иду сделать небольшой анализ обследования своей машины. После покупки, точнее, когда я покупала свою машину, там не работал один датчик. И мне сделали при покупке скидку в размере 200 монад. И сказали, что этот датчик нужно будет поменять. Но потом, когда я его хотела поменять, мне мастер сказал, что в принципе можно ездить и так. То есть этот датчик ни на что абсолютно не влияет. И поэтому он так у меня и остался. Но пришло время поменять масло. И я думаю, как раз поменяю и датчик, и масло. И пусть, в общем, просто посмотрит на машину, в каком она состоянии. В общем, сегодня, сейчас надо пойти и сделать небольшой анализ машины. Брат сказал, что у него есть время, сегодня воскресенье. А мне так хочется спать, я прям засыпаю. Возмазня, возьми себя в руки. Вот так все делают. Я вот в инстаграме вам говорила, у меня есть такое желание, такая мечта. Я хочу одну неделю ничего не делать. Никуда не ходить и просто чисто лежать и спать. И дойти до такого состояния, что мне уже будет неохота лежать. То есть мне надоест лежать. Я даже не знала, что сегодня мы пойдем в автосервис. Некоторые магазины, чтобы купить этот датчик. Вот, если бы знала, наверное, сегодня я не начинала бы снимать влог. Хотя, можно вас взять с собой. Там, по идее, интересного мало, но все же что-то снять можно. В общем, видно будет. Я уже выхожу из дома. Сейчас надо как-то уложить волосы. Они у меня в лаке, как всегда. Помыть уже голову не успею. Ничего страшного. Вот так тоже нормально. В этой жизни меня всю жизнь волновало два вопроса. Как люди делают идеально ровный хвостик и рисуют идеально ровные стрелки? Тут я еще пытаюсь по-быстренькому загрузить для вас видео. Кстати, второй за сегодняшний день влог, ну что-то наподобие влога, обзор магазина за один монат уже был. И сейчас пытаюсь загрузить для вас полноценный мукбанг. Кто не читал мое сообщество, тот наверняка не в курсе. Я поставила перед собой задачу. За этот месяц я должна опубликовать на своем канале 30 новых роликов. И не обязательно видео каждый день. Может, будут какие-то дни по два ролика. Например, сегодня хочу загрузить два ролика. А может быть, будут дни, когда вообще не будет видео. В общем, постараюсь эту планку достичь. Ну, посмотрим, получится это у меня или нет. Потому что за сентябрь я реально очень старалась. И в сентябре у меня получилось 22 видео. В октябре будем ждать 30 новых роликов от меня. А вы обязательно подписывайтесь, потому что это безумно меня мотивирует. Бублик мамин. Булочка мамина. Смотрите, какой он большой. Растет малыш мой. Так как я в тонкостях машиностроения особо ничего не понимаю, поэтому мы едем туда обязательно с моим братиком. Ну и раз я снимаю влог, еще с 50 тысячами моих девочек. Иногда в моей голове зарождается мысль, а может быть, стоит снимать влоги каждый день абсолютно. Интересный день или неинтересный, без разницы. Братик это, наверное, единственный человек, с которым мне настолько комфортно, когда он водит машину. Давненько не сидела у себя на пассажирском сидении. Тут, конечно, целая свалка. Помните, пару недель назад мы с вами ходили на свадьбу моей одногруппницы. Вот с тех пор у меня туфельки в машине, оказывается, валяются. Ну и в багажнике целая гардеробная. В этом плане, конечно, машина очень удобна. Взял сразу, переобулся, переоделся и все, готово. Мы едем в СТО, в который каждый раз мы возили машины, которые я выбирала. Этот мастер годится мне в отце, но он мне настолько нравится. Я ему показала царапины, которые уже имеются на моей машине, про которые я вам рассказывала у Мукбанка. И он сказал, что ничего с ними делать не надо, оставь так, еще поцарапаешь, потом все вместе сделаем. Ну а вообще это мелочи, и на любой машине есть подобные царапины. Так что запариваться по этому поводу абсолютно не стоит. Мол, я просто перфекционистка и придираюсь к мелочам. Ну а так, по техническим параметрам никаких нареканий нет. Машина в идеальном состоянии. Он сказал, что масло менять пока что тоже рано, приезжай позже. Сделали еще раз электродиагностику. Я, конечно, могу ошибаться в терминах, потому что не очень хорошо разбираюсь и не запомнила все, что он говорил. Никаких ошибок в машине выявлено не было. Он сказал, что машина свежая, и спокойно я могу ездить на ней, постоянно не приезжая на всякие проверки. Я, если честно, уже подготовила кругленькую сумму, взяла ее с собой, думала, она мне понадобится. Но, как оказалось, слава богу, она мне не пригодилась. Так что что делаем? Идем покупать помады. Шучу. Супер мастерская парковка Тайки Эмили припарковалась настолько близко к стене, что выхожу из пассажирского. Я, кстати, постоянно так делаю, чтобы никому не мешать. И уже доехав до дома, уже припарковав машину, я хотела уже подняться наверх и позвонила маме и говорит, тут опять проблемы с холодильником. Как же меня достал этот холодильник? Мне кажется, он достал не только меня, а уже и вас. Первый вопрос, который мне задала подруга, она говорит, ну как там холодильник? А вот и тот самый холодильник. Это, кстати, индезит, по-моему, российское производство. Короче, я на грани, я уже себя не контролирую. Я реально просто не понимаю, насколько это все дело будет интересно. Но после наших дел мы пошли еще на квартиру. Пришел мастер, который два раза чинил наш холодильник. И он утверждает, что мощность этого холодильника вот столько. И он нормально работает. Спросили у квартиросъемщицы. Она говорит, что все мои продукты, не знаю, обед, все портится в этом холодильнике. Спросили, за сколько дней. Она говорит, за 4-5 дней. За 4-5 дней, извини меня, у нас тоже испортится в холодильнике. Вроде как настроили нормально. Если опять будет подводить, то уже, наверное, надо покупать новый холодильник. Посмотрим еще пару дней. Как сказал мой брат, мастера, конечно, тоже от бога. Видно, что они особо не разбираются. Но деньги нам никто, понятное дело, не вернул. Поэтому, что делаем, не расстраиваемся. Сейчас сделаю себе чью. Здесь остался цезарь. Сына, цезарь! Здесь остался цезарь после моего мукбанка. И сейчас я его доем. Обожаю цезарь. Он еще, кстати, хорошенько впитался. И так еще вкуснее получается. Тут у нас виноград. Черный, белый. Я, кстати, больше белый люблю. Черный вообще ненавижу. Сейчас будет еще чаек. И Айка классно поужинает. Вид у меня, конечно, супер-супер усталый. Я действительно очень устала. Мне бы еще вечером переделать ноготочки. Но я просто не в силах. Потому что еще влог надо смонтировать. Но сейчас я не об этом. Помните, в начале влога я вам показала машину синюю К5 Киа? Только что я ее видела, как она заезжала к нам в отбор. И это была такая красота. Когда еще фары горят. Она прям так блестит. Прям чистая влога. Как будто ее только что помыли. Мне настолько нравится эта машина. Правда, брат считает, что такие деньги отдавать за Киа, это нецелесообразно. Но я считаю иначе. А как считаете вы, пишите в комментариях. Соус так круто впитался. Настолько вкусно. Вкусно-чища. Твикс, не орать. Сейчас будем пить чай. Вот такой вот новый бокальчик, который я купила в магазине Задимонад. И вот этот, кстати, вообще ни о чем. Такой неудобный. Я не знаю, как все пьют чай из такого бокала. И тут у меня, значит, мое видео. И я читаю комментарии. Я стараюсь по возможности вам отвечать. Поэтому пишите как можно больше комментариев. Будем с вами общаться. Любые замечания, даже если это негативный комментарий, обязательно пишите. Я в любом случае готова ко всему. Особенно я обожаю, когда вы пишете про себя что-то. Про свой опыт. Не просто спасибо за видео, а вот что-то о себе. Потому что я вас, например, абсолютно не знаю. А была бы возможность, я бы, честно, познакомилась с каждым из вас. Что-то слишком светлый, да, чай получился какой-то. Вообще ни о чемный. Твиксик у нас вообще не затыкается. Он постоянно хочет выйти в подъезд. А оттуда найти себе кого-то. Новую хозяйку. Он думает, что новая хозяйка будет лучше, чем Айка. Ну, в общем, дурачок. Ну что, мои хорошие, настал момент монтажа. Мне бы еще переделать сегодня ноготочки, как я вам говорила ранее. Потому что этот сломался. Но уже неохота. Даже не то, что неохота. Я просто сегодня очень устала. Я стараюсь раньше лечь спать. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Люблю вас.